Байден обратился к нации после покушения на Трампа. Что известно? История с покушением на экс-президента США и одного из фаворитов нынешней электоральной кампании Дональда Трампа продолжает оставаться в топе мировой информационной повестки. Сегодня ночью вышло обращение президента США Джо Байдена к нации, в котором он призвал американцев не идти по пути насилия и оставаться едиными назло внешним врагам. Также вышло интервью с Трампом, в котором политик рассказал о крайне сюрреалистическом опыте и чуде, которое спасло ему жизнь. Тем временем расследование инцидента продолжается, а на скамье провинившихся рискуют оказаться американские спецслужбы. Главам ФБР и секретной службы США придется объяснить в Конгрессе, каким образом агенты допустили невиданный провал в системе безопасности на самом высоком уровне. Кратко о произошедшем. В субботу в штате Пенсильвания во время предвыборного митинга экс-президента США Дональда Трампа произошла стрельба. В результате инцидента политик получил ранение в ухо. Охрана оперативно увела его с места происшествия. Экс-президенту была оказана медицинская помощь, после чего Трамп покинул больницу. Во время стрельбы погиб один из участников митинга, еще два человека получили тяжелые ранения. Подозреваемый в стрельбе – 20-летний Томас Мэтью Крукс, который находился на крыше здания возле места проведения митинга. Стрелок был убит агентами секретной службы США на месте преступления. Путь насилия и иностранные игроки. С чем Байден обратился к нации? Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации, в котором осудил покушение на Дональда Трампа. Телеканал CNN обратил внимание, что во время обращения Байден находился в овальном кабинете, что является редким и знаковым событием. Обычно американские лидеры выступают в овальном кабинете в самые торжественные и тяжелые моменты в жизни страны. За свой президентский срок Байден выступал с речью в овальном кабинете трижды – в последний раз 19 октября 2023 года после нападения Хамас на Израиль. В своем обращении Байден призвал американское общество не следовать по пути насилия и решать разногласия путем голосования на выборах, а не пулями. Кроме этого, Байден призвал американцев сохранять единство, используя при этом нарратив о внешних врагах. Во всем виноваты иностранные силы, которые разжигают вражду внутри Соединенных Штатов. Мои соотечественники-американцы, я хочу поговорить с вами сегодня вечером о необходимости снизить градус в нашей политике и помнить, что хотя мы можем не соглашаться, мы не враги, мы соседи, мы друзья, коллеги, граждане. И что самое важное, мы соотечественники-американцы, и мы должны держаться вместе, заявил Байден. Он призвал американцев сделать шаг назад, оценить нынешнее положение вещей и решить, в каком направлении двигаться дальше. Говоря о покушении на Трампа, Байден также вспомнил штурм Капитолия в 2021 году, попытку похищения губернатора Мичигана в 2020 году, нападение на мужа бывшего спикера Нижней Палаты Конгресса Нэнси Пелоси, запугивание должностных лиц во время избирательной кампании. «Мы не можем позволить, чтобы это насилие стало нормой. Политическая риторика в этой стране очень накалилась. Пора ее охладить», – заявил Байден. Он также отметил, что политика не должна быть полем битвы и тем более полем смерти. Она должна быть ареной для мирных дебатов. Все разногласия должны решаться возле урн для голосования, а не с помощью пуль. А вот как Байден подвел свою речь к виновным в многочисленных проблемах в американском обществе. «Здесь в Америке нам нужно выйти из нашей изоляции, где мы слушаем только тех, с кем согласны, где процветает дезинформация, где иностранные игроки разжигают огонь нашего разногласия, чтобы сформировать результаты, соответствующие их интересам, а не нашим». Что касается расследования покушения на Трампа, то Байден сообщил, что мотивы стрелка пока неизвестны. Также пока неясно, были ли у него помощники и единомышленники. Далее президент США внезапно перешел к предвыборной тематике. Он отметил, что ставки на предстоящих выборах чрезвычайно высоки, а выбор американцев определит будущее США и мира на десятилетия вперед. Кроме этого, Байден предположил, что на завтрашнем съезде республиканцы раскритикуют достижения нынешней администрации и предложат свое видение развития страны. «Сам Байден также планирует продолжить выступление перед избирателями, чтобы донести свою точку зрения. Я продолжу решительно выступать за нашу демократию, отстаивать нашу конституцию и верховенство закона. Никакого насилия на наших улицах. Вот как должна работать демократия», – подытожил Байден. Люди очень разделены. О чем рассказал Трамп? Фото Дональда Трампа с поднятым вверх хулаком облетело весь мир. Кто-то иронизирует над экс-президентом, называя его гением драмы, королем зрелищ или просто шутом. Кто-то уже предвкушает скорую победу Трампа на президентских выборах. Аналитики прогнозируют, что электоральный рейтинг политика значительно вырастет на фоне покушения на его жизнь. Тем временем зарубежные маркетплейсы уже приняли тысячи заказов на футболки с изображением Трампа после покушения. Что касается самого политика, то он, очевидно, не теряет бодрость духа. Вскоре после покушения на своей странице в соцсети True Social Трамп написал «В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвет кожу. Было сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит. Невероятно, что такое может произойти в нашей стране». Политик также выразил соболезнования семьям погибшего и пострадавшего в результате стрельбы. Трамп также обратился к американцам, призвав их не бояться, оставаться стойкими перед лицом зла, а также сохранять единство. Несмотря на ранения, политик заявил, что не станет отменять свои планы и выступит на съезде Республиканской партии США в Милуоке. Ожидается, что во время съезда Трамп будет утвержден кандидатом от республиканцев для участия в выборах президента США. Тем временем в газете «Нью-Йорк-Пост» вышло интервью Трампа, в котором он поделился своими эмоциями после покушения. Произошедшее он назвал крайне сюрреалистическим опытом и отметил, что только благодаря чуду остался жив. Врач в больнице сказал, что никогда ничего подобного не видел, он назвал это чудом. «Я не должен быть здесь, я должен быть мертв», — сказал Трамп. В последний момент перед выстрелом политик повернул голову немного вправо, что и спасло ему жизнь. Трамп также рассказал, что после стрельбы он хотел продолжить общение со сторонниками, однако агенты спецслужб увели его со сцены и доставили в больницу. Трамп также прокомментировал кадры после покушения, на которых он поднимает вверх кулак и трижды говорит слово «борьба». Многие говорят, что это самая знаковая фотография, которую они когда-либо видели. Они правы, и я не умер. Обычно нужно умереть, чтобы получить знаковую фотографию, — сказал Трамп. Политик также сообщил, что для выступления на съезде республиканской партии он полностью переписал свою речь, которая обещает стать ошеломительной. «Я подготовил чрезвычайно жесткую речь, действительно хорошую, о коррумпированной, ужасной администрации, но я ее выбросил», — сказал Трамп. Он добавил, что в новой речи хочет попытаться объединить страну. «Но я не знаю, возможно ли это», — признал Трамп. «Люди очень разделены». Многочисленные вопросы к спецслужбам. Как продвигается расследование? На данный момент известно, что стрелявший 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он является членом стрелкового клуба. Окружающие описывали Крукса как милого мальчика и обычного парня. «Он не радикал. Тяжело видеть все, что происходит в сети, потому что он был очень-очень хорошим человеком, который совершил очень плохой поступок. И я просто хотел бы знать, почему», — заявил в беседе с CNN коллега Крукса. Американские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что Крукс, по всей видимости, не был связан ни с террористическими организациями, ни с иностранными государствами. В полиции считают, что стрелок действовал один. ФБР установило, что Крукс открыл огонь из винтовки AR-556, которая была куплена его отцом легально. При этом, по данным СМИ, в машине стрелка были обнаружены взрывные устройства. ФБР сообщили, что мотивы стрелявшего пока не установлены. Расследование продолжается. Между тем, телеканал CNN сообщил, что Крукс попал в поле зрения полиции еще перед началом митинга. Его поведение у рамок металлоискателя показалось подозрительным. В итоге сотрудники полиции сообщили об этом сотрудникам секретной службы США. И выходит, что те не предприняли необходимых мер. После покушения на Дональда Трампа возникли многочисленные вопросы о том, как снайперу удалось проникнуть на крышу примерно в 150 метрах от трибуны, на которой находился бывший президент во время митинга, отмечает CNN. И республиканцы, и демократы в Конгрессе США потребовали от ФБР расследовать дело с покушением и выяснить причины провала в сфере безопасности. Также законодатели потребовали предоставить дополнительную защиту кандидатам на пост президента в ходе электоральной кампании. Так представитель демократической партии Рубен Гальего в письме директору секретной службы США назвал произошедший инцидент невиданным провалом в системе безопасности на самом высоком уровне, чего не происходило со времен покушения на президента Рональда Рейгана в 1981 году. «Такое не может происходить, и я требую привлечения к ответственности», заявил Гальего. Тем временем в социальных сетях начала распространяться информация о том, что секретная служба США отклонила запросы команды Трампа об усилении мер безопасности. В секретной службе эту информацию опровергают. Тем временем спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что сотрудники спецслужб США будут вызваны на слушание в Конгресс. Палата представителей проведет полное расследование трагических событий. Американский народ заслуживает того, чтобы знать правду. «Мы попросим директора секретной службы США Кимберли Читл и других подходящих должностных лиц Министерства внутренней безопасности и Федерального бюро расследований как можно скорее прийти на слушание в наших комитетах», сообщил Джонсон. Субтитры создавал DimaTorzok